сегодня в нашей рубрике да винчи будут принимать участие мои коллеги ну что проверим их на знание школьной программы и логику какой орган человека начинает функционировать только после его рождения печень желудок сердце легкие легкие наверно легкие легкие печень желудок сердце легкие а легкие да это вот это когда бьют и такой чем утконос отличается от других млекопитающих строит гнезда ковыляет откладывает яйца или крякает насколько знаю откладывает яйца могу предположить откладывает яйца да откладывать яйца еще раз варианты строит гнезда ковыляет откладывает яйца или каркой не нравится вариант ковыляет но я не знаю правильно нет яйца откладывать серьезно кто родился воскресенье будет просто загляденье в какой детской книжке вы могли это прочитать шуточка прошу ручку мэри поппинс колобок старик хаттабыч шуточка прошу ручку наверно старик хаттабыч мэри поппинс а если мне не изменяет память мэри поппинс так еще раз варианты шуточка прошу ручку мэри поппинс колобок или старик хаттабыч мэри поппинс мэри поппинс кто написал повесть сказку маленький принц экзюпери книга которую я всегда запоминаю чисто по название экзюпери прикинь я недавно читал ее знаете вспомнишь не знаю а антон десанты деприт какой предмет хранила говорящая голова из поэмы руслана людмила меч топор скатерть самобранку или иглу меч в чем образуется желчь в печени в легких, в желудочном пузыре, в поджелудочной железе? В поджелудочной железе, в желудке, в печени. В желудочном пузыре. Нет? А, печень прогоняет его. То есть через... Образуется, а потом пузырь прогоняет. Образуется в печени. Ну, элемент... Ну, желчный пузырь. Печень? Печень образует... Так как русский язык великий, богатый русский язык, это, наверное, не желчный пузырь и не поджелудочный. Печень? Окей. Переведите пословицу на ингушский язык. Обещанного три года ждут. Что-то вот такое. Ну, дословно, если перевести, то есть то, что мы хотим, не получается сразу. То есть мы не будем... Желаемое не сразу получается, нежелаемое не сразу достается. Вот с таким смыслом. Сомнение насчет первого слова, но давайте будет... И последний вопрос. Переведите пословицу на ингушский язык. Обещанного три года ждут. Вот так? Редактор субтитров А.Семкин